Всем привет! В этом видео я вам покажу, как я рисовала одну из своих последних работ, покажу основные этапы, а также объясню их и буду рассказывать, что я именно делала на том или ином кадре. Надеюсь, вам понравится мой небольшой туториал, поэтому смотрите дальше. С чего же я начинала? При виде этой детской игрушки вопросов, надеюсь, не будет. Иногда меня вдохновляют очень странные вещи. Скорее, на нас очень влияет окружение, где мы постоянно находимся и чем мы обычно занимаемся. Нет, я не играю в детские головоломки, но я думаю, со мной согласятся все родители, что дети очень влияют на наши интересы, привычки и обязанности. Видимо, эти штуки очень часто мне мозолили глаза, что я решила их нарисовать. Изначально идея их расположения была совершенно другая. Я думала, что лучше будет, если они будут лежать ровно и симметрично, но, как всегда, все поменялось и я добавила немного хаоса. Сильно не заморачиваясь, сначала положила кубики на холст, так как хотела по композиции, и обвела их карандашом, чтобы потом дорисовать объем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И вот, что получилось! Довольно забавно! Дальше для покрытия красочного слоя я использовала вот эти оттенки масляных красок от завода Невская Палитра. Кадмии Желтый Средний, Сиена Женая, Ровяная Зеленая, Кадмии Красный Светлый и Голубая Пацинка. Выдавливая их на свою палитру. Поскольку я первый слой для плотности уже нанесла, это та коричневая штука, о которой вы постоянно спрашиваете, 50% разбавителя или растворителя без запаха, или любой другой, какой вам нравится, и 50% краски, в данном случае Сиена Женая. Поэтому те краски, которыми я сейчас буду пользоваться, нужны мне для покрытия разноцветных кубиков, которые я нарисовала карандашом, и фона. Обычно я пользуюсь разными кисточками, но для этого слоя я буду пользоваться кистями Ренессанс, два разных номера, и начинаю рисовать. Для особо любопытных на телефоне я смотрю на фото, которое я сама же и делала, чтобы закрасить нужный цветок кубиков. Этот слой такой же символический, как и покрытие Сиеной Жены, скорее для понимания предмета и цвета. Рисую не заморачиваясь, не прорисовывая, потому что на этом этапе не важна аккуратность и детали. Чистая механическая работа. После нанесения жду полного высыхания около 4-5 часов. Для следующего слоя использую примерно те же оттенки масляных красок, разбавители Liquid Original by Winsor & Newton, разбавители без запаха RENISSANCE. На этом этапе я закрашиваю все формы плотно, но не однотонно, то есть не заморачиваясь над рефлексами, переходами, тенями и так далее. Закрашиваю, двигаясь сверху вниз, сначала кубики, потом не дожидаясь высыхания, наношу приблизительные тени от кубиков и тут же примерный оттенок общего фона. Пятна для лошадей я не оставляю, нет смысла их оставлять, потому что они крошечные, проще потом на готовом фоне их нарисовать в тех же положениях, в которых и задумывалась. Поэтому после нанесения краски я жду полного высыхания работы, чтобы не было страшно затрагиваться рукой к картине. Я жду около 3-4 дней, хотя, да, можно было подождать всего лишь 2-3, этого было бы достаточно. Продолжение следует... После высыхания обычным карандашом рисую лошадок без зарисовок и прочего. Много лошадей в разных позах. И рисую их масляными красками до финиша. Прорисовываю фигуры, растушевываю, рисую правильные тени от фигур и закрашиваю нужным оттенком фон картины. В принципе, это простая работа. Особых методов рисования не было, но я с вами делюсь своими результатами. Здесь вы видите готовую картину, она еще не покрыта лаком, но при этом сухая поверхность не выглядит жухлой, а именно благодаря использованию разбавителя. Поэтому обязательно сниму вам отдельное видео по использованию разных разбавителей. Спасибо за ваши просмотры! Пишите комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, ставьте колокольчик и не забывайте подписываться на мой канал. Пока!